Это можно изучить. Очень интересно вообще, да. Да, да, да. Так что сидираты это вот сто процентов. То есть получается, чтобы для того, чтобы своей семье не кормить пестицидами, нам нужны сидираты, нам нужны беспестицидные удобрения или какие-то как ловчие пояса, да? Да. Правильно? Если мы боремся с вредителями, то это должны быть или есть еще какие-то средства, которые не накопливаются? Да, народные. Есть еще биологические препараты. Да, есть препараты, ну, допустим, фитовид. Там спор... Зависает немножечко. Сейчас нормально, да, сейчас? Есть биологические средства, которыми можно бороться от вредителей. Да. Там что-то подвисает, Светлана, подождите секундочку. Подвисает. Есть препараты... Есть препараты... Так, ну что, все нормально? Да, вроде как. Сейчас я отключу комментарии для того, чтобы у нас не было этого. Всё, давайте. Да, давайте. Я уже сказала, что есть биологические препараты, которые борются с вредителями и болезнями. Ну, к примеру, есть препараты, которые содержат споры в своём составе, и эти споры, попадая на тело вредителя, ну, его прорастают, и вредитель умирает, да, либо там есть какие-то личинки, которые питаются вредителем, ну, вот, таким образом у нас биологический препарат зависла. Да, подвисать, но я всё услышала. Так. Светлана вернулась к нам. Так. Алло. Не слышно. Светлана, давайте ещё раз выйдите и зайдёте, хорошо? Ещё раз выйдите и зайдёте, хорошо? Так. Ну что, мне посоветовали поливать крапиву и настаивать, что скажете. Не знаю, честно. Кара закисляет почву, не на всех участках хороша. Вот, отлично. Сейчас слышно? Ага. Да. Так, мы остановились на биологических препаратах, да, про них сказали. Ещё важный момент, который нужно, ну, можно применять в органическом земледелии, это привлекать полезных насекомых. В природе так всё устроено, что кто-то кого-то ест, да, вот эти пищевые цепочки и так далее. Те вредители, которых мы считаем вредными, ну, травоядными, которые покушаются на наш урожай, их, у них есть естественные хищники, да, которые ими питаются. Вот наша задача этих хищников привлекать. Вот самый банальный пример, да, это то, что божья коровка питается тлёй. Ага. Вот. Если в саду будет божья коровка, то если вы не будете использовать пестициды, да, ну, не потравите тлю, потому что если вы используете, вы тогда и полезных насекомых тоже убьёте, то, когда будет кормовая база для божьей коровки, она наплодит потомство, и это потомство благополучно съест всю тлю. Ну, может быть, не всю, да, но до того объёма, который не будет уже вредить урожаю. Но, как правило, редко кто дожидается, кто не знает об этом. И только увидели тлю, да, там, начинают травить. Что происходит? Когда мы применяем пестициды, мы убиваем всё живое, да, и этих, и тех. Но полезным насекомым им нужно значительно больше времени для того, чтобы произвести потомство. А тля размножается очень быстро. Она за год даёт 13 поколений, да. Поэтому, если вы заметили тлю, нужно немножечко подождать... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, вы меня слышите, Оля Бусева? Ты меня слышишь? Звук есть? Меня слышно? Меня слышно, девочки? Есть звук? Напишите мне, есть звук или нет? Звук есть или нет? Напишите. Жду. Нет звука? Нет звука? Нет звука? Проволочник очень боится золы. А как вы золу используете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...